Мы представляем учителя изобразительного искусства из города Брянской среди гимназии Клименко Наталья Николаевна. Вчера на первом конкурсном дне она для членов жюри очень уверенно доказывала, что нужно детей непременно учить рисованию, потому что именно через рисование можно понимать жизнь. Я думаю, что вы, наверное, этим и займётесь сегодня на уроке. Я вам желаю, всем желаю успехов. Здравствуйте, ребята. Сегодня урок изобразительного искусства у вас подвину я. Зовут меня Наталья Николаевна. Я думаю, что мы сегодня должны настроить на творческую работу, у нас всё получится, и ваши вдохновения, фантазии помогут нам работать. Однажды в репортаже брянского телевидения был показан сюжет, который рассказывал об очень необычном виде искусства. Я предлагаю посмотреть его и вон. Я рисую защитника Сталинграда. Я решил выбрать этот эскиз в качестве... Ну, он показывает, что мы победили. Такой гордый солдат стоит с поднятым вверх головой. Уличный художник Дмитрий решил дать простор воображению зрителей и создал ряд обобщенных образов. Несмотря на то, что за раскрашивающую стенку выразит штраф, редко какое здание не разрисовано из болотчика сказки. Сегодня подобное уличное искусство под запретом. Художники и творческие объединения сегодня отчаянно борются за реализацию этого направления в искусстве. Нынешний фестиваль организован в творческом объединении молодых художников в Брянске при содействии Комитета по делам молодёжи. Итак, о каком виде искусства идёт речь в репортаж? О каком виде? Граффити. Граффити, да? Правильно говорить, граффити. Да, действительно, это репортаж о граффити искусстве. Скажите, пожалуйста, а что вам известно о граффити? Что вы знаете? Это уличный стиль рисования. Уличный стиль рисования. Замечательно, хорошо, что ещё? Там ещё граффити рисуют, значит, я нахожу на... Спасибо, Таня. Да. И, наверное, ни один российский город невозможно представить без такого вида искусства сейчас. Наш Брянск — это тоже не исключение. Давайте посмотрим примеры нашей композиции. Какая-то есть, кризис? Находится в Фокинском лавине. А, нет. У нас. Вот, оказывается, у вас тоже есть такой вид искусства замечательный. Вот видите, скажите, пожалуйста, а почему такой вид искусства вообще появился? С какой целью? Он родился в Америке, когда преступники хотели на стенах, чтобы полиция не узнала о чём. Это одна из версий появления, хорошо. А вообще граффити появилось ещё в древности, когда люди начали рисовать на стенах. Да. Оказывается, вы из истории, Татьяна, знаете очень многое. Действительно, граффити искусства появилось очень давно. И даже есть примеры Софийского собора в Киеве. Да, действительно, так и есть. Но граффити искусства появилось как желание перевоплотить город, перевоплотить те объекты, которые окружают человека, и сделать их более яркими. Как вы думаете, все ли граффити и композиции одинаковы? Нет. Давайте посмотрим. А чем отличаются вот такие граффити-композиции? Чем отличаются? Ну, на одном изображении там нарисовано граффити, где ещё есть буквы, а на втором там просто изображение как в 3D. Рисунок, хорошо. Скажите, пожалуйста, как называются буквы по-другому? Шрифт, хорошо. Что такое шрифт? Шрифт — это... Графическое... Спасибо, Виктор. Да, это графическое обозначение символов и знаков. Действительно. Тогда как можно назвать вот такое граффити? Так, ваша версия. Смирней, не бойтесь. Шрифт никто никого ругать не будет. Раз там есть шрифт. Шрифтовое. Шрифтовое граффити, да? Ну, как он по-другому называется рисунок красивым словом, искусствоведческим? Это композиция, да? И, соответственно, что? Это шрифтовая композиция. Это и будет тема нашего сегодняшнего урока. Шрифтовая композиция, выполненная в стиле граффити. Молодцы, вы могли вместе сформулировать тему. Действительно. А что необычного и нового мы можем узнать на сегодняшнем уроке? Какие вопросы мы сегодня будем решать? Смирно, Италина. Ну, у граффити есть объем. Ты уже рассказываешь о видах, хорошо. Какие вопросы? Как рисовать? Как? Хорошо, соглашусь. Волшебный вопрос. Как? Хорошо. Итак, как? Тогда уж правильно сформулируем вопрос. Как? Выполнен. Особенно, да? Шрифтовую композицию. Хорошо. Хорошо, еще не только зачем, а вообще что такое и почему мы ее используем и кем мы ее используем. Да, действительно, что такое шрифтовая композиция? Это наш, наверное, самый главный вопрос. И где она применяется? Да, действительно, ребята, вы бы могли составить вам наш урок. Ну, наверное, действительно, самый главный вопрос. Нам нужно понять, что же такое шрифтовая композиция. Давайте вместе разберемся. У вас на столах есть набор слов. Я предлагаю вам сейчас составить определение данного понятия. Набор слов, из которых вы должны составить понятие шрифтовой композиции. Определение шрифтовой композиции. Вы можете добавлять предлоги, союзы, изменять окончание в словах. И расположить свою работу на парте. Итак, буквально одна минутка. Готовы, вижу. Готовы, первая парта, вижу. Да, молодцы, хорошо. Спасибо. Молодцы, вижу. Первая парта тоже готова. Начинаем с чего? Давайте начинаем с чего? Молодцы, вижу, готова. Ну что ж, у нас почти все готовы. Ряду стены готов? Готовы? Затруднения после вас. Итак, ну давайте проверим. Мария, вы были первые, да? Давайте проверим, что же у нас получилось. Итак, шрифтовая композиция это, Мария? Гармоничное сочетание изображения и шрифта единое целое. Да. Или шрифта с изображением единое целое. Молодцы, замечательно. И даже если какие-то не совсем точности перестановки, это все равно правильно. Скажите, какие ключевые слова в этом понятии будут? Ключевые. Алексей? Шрифт? Единое целое. Молодец. Артем, единое целое. И что? Гармоничное сочетание. Хорошо, это тоже важно. Это все вместе хорошо. А еще? С чем? Так, нет. Ну, композиция это уже все полностью. Изображение. То есть у нас, вот, понимаете, все составляющие нашего понятия, они нам все нравятся. Да, действительно, конечно же. Но шрифтовая композиция реально нас буквально каждый день сопровождает. Давайте подумаем, а где же шрифтовая композиция применяется? Для этого сейчас откройте свои учебники, страничка 166-169, и внимательно рассмотрите иллюстрации, которые представлены у нас в учебнике. И ответьте на такой вопрос, где применяется шрифтовая композиция? Работаем в парах, если книжечка одна на парах. Внимательно. Для чего применяется? Кто готов, сразу может поднимать руку. Тихо. Итак. Хорошо. Эльман, скажи, пожалуйста, где применяется шрифтовая композиция? Для чего? Для будущего. Для менятья. Подумай пока, подумай. Хорошо, давайте. Седьмой композиции для менятья для... Оформление... Оформление... Оформление обложек книг. Обложек книг. Хорошо, согласна. Хорошо, еще Таня. Шрифтовая композиция применяется в оформлении текста. Текстов различных. Хорошо, еще где? Иллюстрации книг. Иллюстрации. Иллюстрации используются для... Оформление обложек книг. Оформление обложек книг. Молодец. Хорошо. Действительно, да, шрифтовая композиция очень часто используется. Иногда ее даже используют для оформления элементов одежды. Допустим, вот моя блузка тоже оформлена с применением шрифтовой композиции. Я ее тут сама расписывала. Да. Но необычность в том, что шрифтовая композиция всегда очень такое необычное явление. У нас сейчас очень часто проводятся всевозможные арт-фестивали. Когда художники на эти арт-фестивали приходят уже с готовыми эскизами, предлагая для оформления каких-либо объектов свои идеи. Как вы думаете, а что можно вообще с помощью граффити-композиции украсить? Какие объекты вокруг нас? Молодец, Артем, спасибо. Дома. Разве? Подумай. Молодец. Хорошо. Еще? Подумай. Хорошо. Да, действительно, объектов очень много. Табли. Да, можно. Да, объектов много. Скажите, а вам бы хотелось поучаствовать в таком арт-фестивале? Да. Хорошо. Предлагаю сегодня поучаствовать на уроке. Создать атмосферу арт-фестиваля. И тема нашего арт-фестиваля будет «Лето и чемпионат мира по футболу», который у нас буквально будет скоро проходить. Итак, ну, из чем приступить к работе, мы, конечно, должны ответить на наш самый сложный вопрос. Как составляется шрифтовая композиция? И сейчас на стаде найдите, пожалуйста, таблички «Этапы работы на шрифтовой композиции». Внимательно прочитайте задание. Внимательно прочитайте задание. И давайте вместе разберем первую графу нашей таблицы. Первую графу нашей таблицы. Итак, обратите, пожалуйста, внимание, на первом этапе перед художником стоит задача выбрать слово или сочетание слов, или слова и знаки, которые будут основой для создания шрифтовой композиции. Обратите, пожалуйста, внимание, сколько много слов. Туда можем добавить еще примеры, относящиеся к теме чемпионат мира по футболу? Можем? Какие? Быстренько. Какие, Таня? Чемпионат 2018. Можно чемпионат, просто, чемпионат. Хорошо. Еще? Еще, Леш, подумайте. Лосинэ, что ты предложишь? Что еще добавить можно? Гол. Хорошо, молодцы. А вот теперь посмотрите, пожалуйста, второй, третий и четвертый этап. Вам необходимо сформулировать задачу для своей работы. Возьмите в руки карандаши. Вам необходимо записать эту задачу в графу, да, соответственно. Вам опорой будут рисунки, изображения. И, соответственно, вы должны понять, что нужно будет сделать на втором этапе и записать задачу, на третьем этапе и записать задачу, и на четвертом. Буквально одна минутка вам на работу. Работаем в парке. Работаем в парке. Работаем в парке. Работа буквально осталось немного времени. Работаем в парке. Итак, у нас некоторые уже готовы. Молодцы. Кирилл готов, да? Итак, дети, кто готов, поднимите руки, чтобы я понимала. Хорошо, молодцы. Итак, давайте проверим теперь, что у нас получилось. Итак, Алексей, что на первом этапе мы будем делать? Выбрать стиль. То есть придумать форму шрифта, которая у нас будет. Хорошо. Согласны? Согласны. У кого по-другому? Какой-то другой версия? Молодец. Хорошо. У вас близкая, да? Придать объемы. Молодцы, все верно. Хорошо. На втором этапе что у нас будет? Давайте, читайте. Сереж, выполнить набросок. А что с наброски необычного еще? Спасибо, Настя. Придумать цветовое оформление. Хорошо. Красиво будем говорить. Правильно. Согласны? У кого по-другому? Какие версии другие были? На третьем этапе что будем делать? На четвертом этапе что будем делать? Итак, что? Оформить. Как это сказать красиво, используя наше определение цветовой композиции? Добавить украшение к рисунку. Добавить украшение к рисунку. Сделать единое целое. Хорошо. Действительно. Ну что ж, ваша табличка будет опорой вашей практической работе, к которой мы сейчас будем приступать. Итак, предлагаю вам сейчас выбрать тот объект, который вы будете украшать сегодня. У вас на столе есть четыре заготовки. Основы, которые вы будете украшать своими граффити-эскизами. Итак, это у вас гараж, который, в принципе, тут тоже недалеко, наверное, от вас есть гаражное общество. Секция бетонного забора. Маршрутное такси. И ларек. Да? Или какой-то маленький магазинчик. Каждый из вас выбирает для себя объект, над которым он будет работать. Итак, один. Напоминаю, что тема нашей работы сегодня, нашего арт-фестиваля, чемпионат мира по футболу 2018 и лето. Ваши работы должны соответствовать теме нашего арт-фестиваля, быть узнаваемой, яркими, необычными. На работу вам отводится буквально 10 минут. Ну и, соответственно, конечно же, креативность, творчество должно проявиться в полном объеме. Приступили к работе. Опорой для вас будет наша таблица. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...